Там шаманка из Чукотки просто востребует и говорит, что пока она вам не передаст все, что она знает, она умереть не может. И начинаю танцевать шаманский танец. И вдруг мне становится на вид лет 60, и я прямо погружаюсь, погружаюсь, погружаюсь. Вот так удалось помочь этой шаманке. Затем я иду на север, я встречаюсь с этими шаманами, я знакомлюсь с их верхним миром, нижним миром. Нахожусь я в Финляндии, везут меня к шаману, а он меня боится и убегает оттуда. Теперь, когда я с ними встречаюсь, мы совершенно можем разговаривать на одной ноте. Провожу я 35-й номерной Радас, это происходит в Нижнем Тагиле. Человек по имени Беляев, по фамилии Беляев, бегает ко мне и говорит, «Ой, там шаманка из Чукотки просто вас требует и говорит, что пока она вам не передаст все, что она знает, она умереть не может, помогите ей спасите». Говорю, ну хорошо, я ей помогу. И думаю, как же я могу помочь? Ну, в общем-то, могу. И танцую три танца. Один танец был русский, и на русском танце я выгляжу лет на 18. Потом следующий танец индийский, я на нем уже выгляжу лет на 35. И начинаю танцевать шаманский танец, а мне шлют настоящий костюм за ночь, прямо со всеми перьями, вот так вот, у меня бубен есть, все. И начинаю танцевать шаманский танец, и вдруг мне становится на вид лет 60, и я прямо погружаюсь, 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 вдруг понимаю, что пол ходуном ходит, и сейчас такая воронка, и сейчас все люди, которые на меня смотрят, они тоже провалятся в эту воронку. Вот так удалось помочь этой шаманке. Ну, затем было все очень серьезно, затем я иду на север, я встречаюсь с этими шаманами, я знакомлюсь с их верхним миром, нижним миром, средним миром, с их тонкоплановыми видениями, с их бурханием, когда они водкой духов. И потом нахожусь я в Финляндии, говорю, слушайте, я к шаманам хочу в гости, сводите меня. Они, ну, хорошо, хорошо, везут меня к шаману, а он меня боится и убегает оттуда. Мы подъезжаем, все, его жилище открыто, шамана нет. Я говорю, ну, так мы не договаривались, давайте мне хоть какого-то шамана. Ну, меня дали другого его заместителя, мы с ним немножко пообщались. Я говорю, слушайте, шаманы, а где вы силы-то берете? Они говорят, на Ольхоне. Я говорю, ну, понятно, вот уже где хладостейное поле у нас активно, это на Ольхоне, как хладостей Оль, и все время на Ольхоне мы нарабатывали. И тут у нас Мордовская республика, ей тысячелетия, празднуют все, мы идем мимо, киосочек такой, там продаются бубны разные. Я только подхожу, и вдруг выпрыгивает прямо человек 10, не меньше, начинают водить возле меня хороводы и кричат, ура, главная шаманка России к нам пришла, главная шаманка России. Я говорю, да, я, конечно, главная, я во всем главная, поэтому не отрицаю нисколько, давайте я вам в бубен поиграю, это все умею делать, умею в такие вас заводить. Ну, в общем, немножко в бубен постучала, пошла дальше, потому что мне было не до них, у меня было куча других дел. Ну, так пришлось разобраться, пришлось разобраться со всеми тремя мирами. И, конечно, потом меня потрясла женщина, мать шамана, приходит и говорит, ну, что же вы с нами сделали, ну, что вы с нами сделали, вы споили наших мужчин, ну, нельзя было этого делать, что же вы такие русские, ну, нельзя было. Я говорю, мы вам грамоту дали, мы же вам наоборот, вы вот сейчас книги можете читать, еще что-то. Она говорит, вот ели мы свою оленину и ели мы с брусникой, а зачем вы нас заставили есть манную кашу? Ну, в общем, она столько на меня всего вылила, и тут придет ее сын-шаман, еле живой, потому что весь пьяный абсолютно. Ну, и, конечно, ну, все по-разному, то есть надо в каждой ситуации разбираться. Есть такие процессы, но мне пришлось разобраться и в том этом, и во всяком. Поэтому, когда меня так называют, я вообще не могу отрицать, я разбираюсь во всем этом. Мне пришлось разобраться. Просто я могу сказать, что теперь, когда я с ними встречаюсь, мы совершенно можем разговаривать на одной ноте, вот как с этим шаманом, и если, значит, его удается провести в кладостейное поле, то хорошо, а если он меня пытается заводить в какой-то мир, то просто читается фильтр. И как я только прочитала, фильтр энергии, ну, все, его беднягу вообще понесло. Ну, пусть учат фильтры, я же тут при чем, вообще, чтобы входили. Ну, всегда так. Музыка. 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 Музыка.